Это интересно. Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Для всех, кто будет это смотреть в записи, это будет актуально. Мы сегодня поговорим с вами на тему денег, о том, куда исчезают деньги, почему деньги не приходят, потому что, пожалуй, одна из самых важных тем, конечно же, для нас касается финансов. Скажите мне, пожалуйста, меня нормально слышно, потому что я пишу звук, но почему-то у меня горит красная лампочка уже который раз. Если вдруг меня перестанет быть слышно, дайте, пожалуйста, знать. Итак, пока вы включаетесь немножечко, я расскажу вам о том, чем я занимаюсь и в контексте чего мы будем говорить. Занимаюсь я тем, что изучаю связь между нашими мыслями, между нашим разумом, между нашей энергией, такая квантовая физика небольшая, и, собственно, тем, что мы с вами имеем в результате. Ту жизнь, которая у нас есть. И, как оказалось, связь есть весьма плотная в этом, то есть вообще она абсолютная, потому что наши с вами мысли, наши с вами за каждой мыслью стоит определенная энергия, и эта энергия и формирует нашу с вами действительность. И, конечно же, если мы будем говорить о деньгах, которые не приходят, или которые приходят не в том количестве, или вообще с ними есть определенные вопросы, и сегодня будем их разбирать, мы обычно всегда привыкли искать причину в том, чем есть проблема. Это что-то с деньгами не так. В общем, вот искать проблему где угодно, но не в себе. Ну, при чем здесь я? Вот сколько внешних обстоятельств есть. Но, если мы с вами переключимся в таких ситуациях в обратку, и абсолютно в любой ситуации будем начинать с вопроса меня, а почему? То есть, если так вот вам объяснить, то человек, помните, кто чуть-чуть постарше, человек это, да и сейчас это есть, проектор. То есть, мы с вами являемся проекторами, такими устройствами, пусть будут наушники, которые вот через такую маленькую дырочку светят. И вот эта вот дырочка, которая светит, вот мы с вами являемся вот этой штучкой, и все, что у нас есть внутри, в частности, наши мысли, все это формирует таким сказочным образом нашу с вами действительность. И вот мы сидим обычно и думаем, не, ну я такая белая классная коробочка, у меня так все в жизни, вот я все знаю, я так хорошо думаю, я все прекрасно понимаю, почему я нахожусь в этом странном мире? Почему? Вот это все, что меня окружает, такое странное. Я раньше считала, что это несправедливо абсолютно, что я родилась там вот в такой квартире, вообще у меня не было дома долгое время, что я родилась не в состоятельно обеспеченной семье, что мой папа алкоголик, а не какой-то приличный бизнесмен, как вот мне хотелось в это, вот такого папу мне хотелось. И я считала, что это какое-то, знаете, вот совершенно недоразумение, что меня аист нес-нес и потом куда-то не туда сбросил. Но я понятия не имела, что по сути вот эта коробочка, она вмещает, это мы с вами, она вмещает нашу собственную, ну, карма, наверное, большое слово такое, но опыт, который мы с вами получаем в разных жизнях, вы должны понимать, что если в прошлой жизни вы что-то начудили, не дай бог кого-то убили, сделали какие-то страшные вещи, то вы не можете просто game over, извините, жизнь окончена, пих-пах, и в новой жизни я проснулся новой свежей душой, нифига. Да, именно от этого, если вы когда-то наблюдали за маленькими детьми, очень агрессивными, за малышами, у которых столько злости и столько агрессии, и ты даже не понимаешь, откуда ребенок сумел это столько взять. Это душа, которая перерождается в маленьком теле. Так вот, история о том, что мы с вами рождаемся, помимо того, что у нас есть наш опыт, у нас, конечно же, там наверняка есть что-то еще и родовое. Наверняка мы где-то, есть какие-то отработки за каких-то своих там родственников. Я в этой теме не специалист, я не буду ничего на эту тему говорить, но немного изучая уже, как бы, материала рядом, я понимаю, что и это тоже имеет значение. Но я все-таки абсолютно убеждена в том, что мы сами способны создать ту реальность, которую нам нужна. Если наши родственники начудили, нам будет чуточку сложно. Но это совершенно не означает, что если они начудили, то мы теперь жертвенно проживаем жизнь. Абсолютно нет. Вселенная слишком умна, слишком велика, разумна, то есть ее разум безграничный для того, чтобы так просто, знаете, выпихивать людей и говорить, ты будешь всю жизнь страдать. Нет, мы сами себе притягиваем всю историю, будем мы страдать или не будем мы страдать. Поэтому я для себя, например, вообще убрала убеждение, потому что я верю, что так может быть, но я понимаю, что это убеждение не принесет мне никакой пользы, если я буду считать, что я отрабатываю карму своего рода, например. Поэтому у меня так все сложно. Каждый раз, когда в вашей голове появляется какая-то мысль фундаментальная, она является убеждением. Ну, то есть это означает, я так думаю и точка. И каждый раз задавайте себе такой вопрос, а мне с вот этим убеждением будет легче по жизни, оно мне помогает, или оно меня, знаете, ну вот все. Это вот как, не люблю эти примеры, но вы знаете, как врач, например, он говорит человеку, ты не будешь ходить. Я недавно была на соревнованиях, на сборах танцевальных по бальным танцам. И там моя Ева была неделю, и в конце у них такие показательные, красивые выходы. Выходят дети, ну и взрослые, короче говоря, они выходят там по группам, возрастным категориям, короче. И выходили потрясающие взрослые уже танцоры. И одна девочка, взрослая, опытная девочка падает, и у нее выворачивается колено. Все, приезжает скорая, значит, ну вывих сустава, что-то такое. И вот ей говорит врач, а мой партнер, тренер Евы помогал ее нести. И он говорит, а он является учеником еще моим. И он говорит мне, врач говорит, смотрит на нее, девочка говорит, все, я теперь, как я буду танцевать. А врач ей говорит, забудь о танцах, полгода ты вообще не встанешь. И он говорит, я смотрю на нее и понимаю, что для нее-то это вся жизнь. И я ей говорю, через неделю встанешь. Ты что, не настраивай себя так. Так вот вопрос того, что убеждение, которое тебе сказали, и ты в него поверил, все, оно работает 300 тысяч раз. Поэтому задайте себе вопрос. Убеждение в том, что я, например, там в семье что-то отрабатываю, мне с ними легче будет жить? Нет. Поэтому я это убеждение не принимаю. Точно так же, как я не принимаю убеждение, я сказала своим родителям, что у нас в семье все толстые. То есть моя бабушка мне сказала, Оля, у нас все толстые. Я вешу 100 там с лишним килограмм, у нас все толстые. И даже если ты голодать будешь, ты никогда не будешь тонкой. Потому что у нас в семье кость толстая. И я сказала бабушке, у вас в семье может толстая кость, а у меня в семье тонкая кость. И сейчас я своим дочерям всегда говорю о том, что девочки, питаться надо нормально. Рассказываем, как надо питаться. Но даже если вы целый день будете жрать пончики, вы никогда не поправитесь. Потому что в нашей семье никто не склонен к полноте. Потому что я очень хорошо знаю, что такое убеждение. Так вот, вернемся все-таки к убеждениям и истории о том, что вот это по поводу кармы я там захватила. У вас на роду гадалки. Я надеюсь, вы смотрели все мои видео про гадалки. И уже перестали заниматься фигней. По поводу гадалок, богатство не светит тебе. Но, если ночью ты наболтаешь менструальную кровь и кровь жабы из правой лапки, то тогда, возможно, если ты четвертое новолуние воскресного дня обязательно встретишь под луной и под папоротником, который расцветет, тогда да, я тебе все расскажу, помогут, не переживают. То есть, вот эти страхи, почему нельзя ходить вообще ни к каким гадалкам и вообще не задавать вопросы по поводу своего будущего. Потому что вы это принимаете как убеждение. Как только вы вложили это как убеждение, у вас началась эта программа. Вы хотите или нет, вы это начинаете прокручивать. А каждая ваша мысль запускается, запускается и запускается. И вот вы уже все это начинаете видеть. Помните, как в детстве, да не в детстве, сейчас, что там про детство, выключите свет, особенно если вы будете где-то в незнакомом месте и начинаете представлять, что эта веревка, это какой-то там змей, это там что-то шевелится, это там мышь бежит. И вот вы все ужасы и страхи себе нарисуете так, что вас будет трусить. Зачем? Вопрос. Зачем? Поэтому все вот эти дурацкие убеждения. Кто-то тут написал чудесный вопрос, верите ли вы в порчу и сглаз. Да плевать, я хотела на весь порчу, на всю и на весь сглаз. Есть несколько для этого причин. Первое, я в это не верю вообще. Второе, это то, что когда вы начинаете заниматься своим развитием внутренним, ментальным, вы устанавливаете защиты и вокруг меня есть щиты. Что такое щиты? Попробуйте-ка бросить в банку, в железный щит. Она полетит вам обратно, вы разобьете себе голову. Поэтому я вообще в эти штуки не ведусь. Ментальная защита, самая сильная защита человека. И пробивают людей на такие вещи, шарлатанчики, именно слабых. Потому что когда ты приходишь к гадалке, не надо ходить к гадалке, да? Как говорится, образное выражение. Для того, чтобы понимать, что ты чем-то напуган. Что есть какая-то архи-ситуация важная для тебя, которая тебя привела. И задав тебе 3-4 вопроса, можно очень легко тебя вычислить. Ну, ребят, я никогда такими вещами не занималась, но я просто знаю людей. Это же не сложно. Соответственно, вы должны понимать, что в испуганном состоянии запрограммировать вас сильно легче. Вспомните любую незначительную ситуацию. Мы вообще не говорим про деньги, сейчас вернемся. Вспомните любую незначительную ситуацию, когда что-то происходит со здоровьем. У вас или у ваших близких. Даже банально. Ваш ребенок упал с дивана, у него шишка, и вы боитесь, чтобы у него не было сотрясения. Я замечала такую за собой особенность, что в этот момент я становлюсь, как будто бы восприятие мое, вот знаете, тоньше. То есть, вот моя защита становится тоньше. Я прошу сразу же, я настолько боюсь, что я начинаю сразу же слушать доктора внимательно. Я становлюсь такой беззащитной, без вот, вот без. Вот как будто бы вся эта пелена уходит. То же самое делают и эти гадалки. Они это чувствуют, они это знают. И в тот момент, когда ваша защита, когда ваш разум не может работать разумно, потому что вас сбросили, у вас там с работы проблема, что-то там сказали по здоровью, вы верите абсолютно во все. В вас проникают, просто проникают, потому что ваша ментальная оболочка, ваша аура, а она есть у каждого человека, энергетическая аура, ее даже можно померить, она становится очень-очень тоненькой и маленькой. И люди этим занимаются. Помните об этом, почему важно это все изучать и понимать. Потому что, когда вы в сознании это понимаете, вы уже на любую стрессовую ситуацию реагируете очень однозначно, с пониманием того, что нужно делать, с пониманием того, кому верить и кому нет. Итак, как понять это так в жизни тебе должно быть? Я не понимаю сейчас, о чем вы говорите. В жизни нету, в жизни есть огромное количество вариантов того, как может быть. В принципе, все варианты. Выбираете вариант вы для себя сами. Но вы его выбираете не просто ткнув пальцем, ваш вариант притягивается действием. А действия формируются исходя из ваших мыслей. Я, например, лежу и думаю, хотелось бы мне похудеть. Дальше идет действие. Я иду покупаю тортик или я иду в зал. Понимаете? И благодаря этому формируется моя реальность. Точно так же у меня есть варианты быть толстой, быть худой, быть с тонкой костью, быть с какой угодно. У меня есть варианты, где работать, с кем жить. Например, вы мне можете сказать, вот ты с этим мужчиной проживешь до конца дней. Так тебе суждено. Да я прямо сейчас могу взять и развестись и уйти от него. И что? Чего не сработает тогда? Но вы же должны это понимать. Вы в любой момент, вы делаете какой-то выбор своими поступками. Иногда классными, иногда не очень. Иногда ведя себя как дурак, иногда не сильно. Итак, едем дальше. Давайте все-таки вернемся к деньгам. Я заявляла тему деньги. А то будут люди, которые расскажут, что такое, что происходит. Значит, что происходит с деньгами? Во-первых, что мы должны знать про деньги? Деньги – это всегда энергия. Вообще все энергия. И деньги – это энергия. И в зависимости, вот смотрите, например, как к нам приходят деньги. Через разные штуки. Есть момент работы, реализации нашей. Есть момент через других людей. Это может быть наш партнер, мужчина или женщина. Потому что вы же можете быть мужчиной и смотреть. И через женщину мужчины тоже очень многие получают деньги. В прямом или в переносном смысле. Если хватит времени, это покопаем. Соответственно, они к нам поступают либо через нашу реализацию, через нашу пользу, которую мы даем миру. Мы моем полы или мы строим дома. И заметьте, в зависимости от того, насколько наша польза велика, мы и получаем деньги. Что такое, возвращаясь к энергии? Насколько ты в емкости вместим. Человек энергичный – это человек, который всегда стремится куда-то развиваться. Он даже приходит куда-то работать, например, и он все время инициативный. Он проявляет все время инициативу «а давайте это, а давайте то, а давайте сё, а давайте пятое, а давайте десятое». И он все время двигается. У него вот этой энергии много. И, как правило, в таких людей заходит много денег. По крайней мере, у них есть этот потенциал. В истории того, когда человек сам по себе мелкий, когда он все время, у него все время низкие вибрации, он все время жалуется, он все время всех осуждает, он все время засматривается в другие митки, почему ему столько заплатили. Вот он мелкий, вот вы его даже чувствуете как мелкого. Вы с ним разговариваете, и у вас ощущение, что он еще у вас, знаете, веревки из вас выпивает. Он вас точно не окрыляет. Это история мелкой энерговместимости. Денежки приходят точно так же. Прежде всего, первые моменты, конечно же, с которыми нужно разбираться, это те убеждения, которые есть вокруг денег. Причем, что я заметила, они бывают у разных людей. Есть огромное количество людей, которые родились в бедных семьях, но при этом настолько, и я из этих людей, которые настолько всегда верили, что деньги это для них, что благо это для них, что в мире столько всего, и я точно это получу, что деньги приходили к нам разными ситуациями, разными случаями. Я очень хорошо помню, как я была в университете на первом курсе, и у меня был очень маленький бюджет, у меня было 5 гривен в день, я помню, первый свой такой бюджет, это был транспорт. Потом там он по чуть-чуть начал расти, но незначительно. И я мечтала о том, чтобы у меня были деньги такие, чтобы я могла полноценно покупать обед в буфете, в университете. Я ехала в метро, и вышла из метро, шла на маршрутку, и по дороге меня, значит, отзывает иностранец, говорит там что-то. Hello, how are you? Я, моя мама воспитала меня таким образом, что моя мама рассказывала мне все ужасные истории, которые с ней приключались. Все истории про маньяков, как подставляли ножи, как куда-то везли, моя мама рассказывала мне их все. И я по сей день, если вы подойдете ко мне на улице и спросите у меня, который час, то, скорее всего, я пройду мимо. Я не отреагирую на вас. Вот так вот я, вот я просто стараюсь с миром, если я с ним не знакома, не сталкиваться. Вот это моя мама, такое в меня заложила. И тут вдруг я останавливаюсь и почему-то начинаю на этого дядю смотреть. Я знаю, что сейчас все, все проститутки вокруг всех увозят на органы, я все это в 2000 году знала, но почему-то я остановилась. Он мне говорит, что типа, я фотограф, и у вас очень красивые волосы, у меня были очень длинные волосы, как у моей Алисы, до попы, и я хочу вас пофотографировать. Я думаю, ага, конечно, знаю, я сейчас начнется. Он говорит, прямо вот здесь. А мы находились, это такое в Дарнице, в Киеве такое место, парковое, такая вот так вот идешь, тут вот маршрутки стоят, а тут вот прямо лес. Ну вот так вот, знаете. Он говорит, прямо здесь, давайте завтра. Я такая, вечером нету. Нет, нет, в такое же время. В общем, он меня пофотографировал, у меня есть до сих пор эти фотографии, их иногда выкладываю. И заплатил мне 20 долларов. Ну, это был просто пиздос. Это просто были для меня деньги, а я их очень сильно хотела. И, конечно, я не знала вообще, как мне, сколько это обедов. Знаете, я всегда считала деньги там в сумках, в попугаях, там еще в чем-то. Это было для меня такое очень крутое счастье. И тогда я поняла, что деньги могут ко мне приходить. И, в общем, начались всякие разные истории. О, боже мой, простите мне наушники. Хорошо, что это пустые наушники моих детей. А, это уже даже не работающие наушники, все, они уже потеряны. Короче говоря, это был такой вот мой финансовый опыт. Ну, конечно, он был не единственный, потому что он был разный. И когда я познакомилась со своим супругом, я притянула в свою жизнь такие суммы денег, о которых я мечтала, но план, как их получить, у меня полностью отсутствовал. То есть напрочь, я вообще не знала, как эти деньги ко мне придут. Но я начала апеллировать суммами, вот то, чем мы сейчас занимаемся в рерайтере жизни. Когда девочки пишут, и мальчики пишут книгу своей жизни, и пишут о своей мечте, а потом говорят, Оль, ты знаешь, а я начинаю пытаться калькулировать, как заработать на такой дом. Я вообще не понимаю, как это сделать. Я понимаю, что мой муж будет долго работать, я буду долго работать. Вот мы всегда должны помнить о простой штуке, что варианты того, каким образом мы получим что-либо, нам прокладывать не нужно, потому что вариантов такое количество, множество в этой вселенной, которые мы и не предвидим. И каждый раз, когда мы прокладываем себе путь, мы тем самым ограничиваем мир, энергию денег, мы ее ограничиваем. Поэтому я всегда, например, в голове держу свою цель. Что я хочу? Я точно знаю, что это хочу, и должно захотеть достаточно много. Ментальные практики, которые связаны с хочу, они обладают тем, что они расширяют энергию. Чем больше вы чего-то хотите и концентрированно в одну точку бьете ежедневно, тем больше количество вашей энергии вот этой становится. Но есть большое количество людей, у которых есть очень сильные убеждения. И причем эти убеждения, они как заборы. О чем я говорю? Ну, например, когда человек говорит, это невозможно, много денег не заработать. У меня есть знакомый, который заработал много денег, но его посадили. Политики много денег зарабатывают, но их сажают. А вот Оля говорит, что много денег это счастье. И когда в вас присутствуют вот такие штуки, вы можете, знаете как, вы типа плывете, но оказывается, что вы привязаны, потому что вы знаете, что вы можете утонуть. И это иллюзия. Вот это убеждения, которые мешают вам двигаться. И убеждения это то, что мы всегда должны вскапывать. Потому что, ну, простите за сравнение, это как колорадский жук. Он сжирает вашу картошку. Вы можете ее бесконечно там сеять, засевать, но жук у вас торчит и все время жрет ее. Вот ваши убеждения в том, что невозможно, не могу, деньги это плохо, деньги могут мне принести какой-то вред или злость, это такая постоянная пульсирующая волна, которая не дает вам сдвинуться. Это, кстати, касается не только денег, это касается всего. Но давайте я не буду вас сейчас сильно размывать. И получается, что вот это ваше внутреннее ограничение, стоп-кран, который еще касается того, что дорогие вещи это говно, люди дебилы, что они их вообще покупают, дорогая машина, да нахрен нужно, дорогое жилье, это за него сколько платить надо, это все по копеечке, по копеечке вашу энергию денежную очень сильно уменьшает. И вы не в состоянии энергетически это принять. Знаете, что происходит с людьми, которые энергетически не в состоянии принять силу власти? Вы заметили, если посмотреть, например, на Украину особенно, я не очень люблю политику, но это очень классные примеры, что, например, к нам заходит Ющенко, президент, и его валят. Где он сейчас там? Не знаю. Заходит Янек Янукович, его валят. Сейчас будет то же самое с Зеленским. И я когда-то спросила своего ментального ментора, своего по практикам, которые я изучала, я говорю, слушай, а что происходит? Ну как так? У люди, это же нужно иметь определенную энергию, не каждый может стать президентом, не так это легко, как кажется, даже по энергии, попробуйте. Она рассказала мне очень такие интересные вещи, там про ментальную карту человека, про перешивание, про обряды, которые делаются. Я не знаю, правда это или нет, но я не буду об этом рассказывать сильно, но она сказала такую штуку, что когда человек получает больше, чем в состоянии вместить, происходит какой-то апокалипсис. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на историю того же Янека. Я бы не пожелала себе такой жизни, потому что человек был настолько, а сейчас он, я не знаю, как он может жить сейчас вообще. Ну представьте, чувак вообще лишился нормальной жизни напрочь. Если там говорить о том, что у него есть какие-то деньги, а нахера ему деньги? У него нету ни статуса в жизни, он не может никуда ходить, он не может быть на политических тусовках, на бизнес-аренах, он нигде ничего не может. Человека разорвало изнутри. Человек взял на себя то, что не в состоянии был вместить. Это вам о таких глобальных вещах я говорю в принципе. Но те деньги, о которых говорим мы с вами, пока что на нынешнем уровне, и те возможности в состоянии вместить каждый человек, но вы должны себя изнутри к этому прокачивать и готовить. И когда вы говорите о том, что деньги ко мне не приходят, потому что сегодня в стране кризис, не та работа, я всегда в эти моменты смотрю вокруг. Вот у меня даже если с окна посмотреть, я живу в очень элитном комплексе, и у меня здесь есть все новые машины, вообще все. Вот если пройтись, то здесь можно увидеть все новые машины, не очень новые машины, но все машины с ценником 50 тысяч долларов и 300 тысяч евро стоит сейчас под окном какая-то машина. У меня тут есть все. И я каждый раз, когда мне кажется, что у людей что-то с деньгами, я просто выглядываю в окно и вижу новые автокары, которые съезжаются с автосалонов. Почему я вот уже поняла, что мне пора менять Porsche, потому что уже у меня все Porsche вокруг обновились 80%, уже все, это уже устаревший кузов. И это я о чем говорю? О том, что деньги-то есть, о том, что если их нет у вас, это не означает, что их нет вообще. Помните об этом. И речь всегда идет о том, что мы не в состоянии эти деньги по каким-то причинам принять. Первый момент убеждений, второй момент недостаточное количество внутренней энергии. Когда мы сосредотачиваемся на проблемах, на переживаниях, на том, как все плохо, на том, как вот это называется низкие вибрации, когда раздражение и всего вот такого серого в нас, злости, обид, каких-то вот причин сильно больше, чем всего остального. И как человек что говорит? Я бы изменился, я бы изменился, но мир-то не меняется, жизнь меня сама закапывает. Но вы должны помнить о том, помните, с чего мы начинали, что проектор это вы, и что закапывает вас не жизнь, а вы сами себя закапываете, потому что то, что у вас здесь, то и светит, то и светит. И вопрос именно в том, что когда вы понимаете, что деньги к вам не приходят, или происходят какие-то ситуации, где вы теряете деньги, или вы, как было у меня, какой-то период времени, очень сильно стараетесь, а чувствуете себя белкой в колесе, а денег, ну как бы, хватает на минимум, то есть вы не можете рвануть, вы чувствуете, что вы все на себя взвалили, ну вы такая умничка, такой молодец, так все, а нет. Ну когда вы сидите на диване и ничего не делаете, мы как бы этот вариант не рассматриваем, и говорите, у меня нету сил, ну как бы тут понятно все. А вот когда вы пашите, когда вы стараетесь, тут нужно понять, что обычно мы в такой момент пашем на надрыве, знаете, я уже не знаю, что делать, но я не сдамся, я все равно буду, я все равно всех порву, я все равно всех... И пошла агрессия, и мы так сцепив зубы, знаете, вот-вот-вот-вот на надрыве, и этот надрыв, он нас изнутри, мы кровоточить начинаем, и деньги не приходят. Деньги не приходят. В этот момент парадоксально, но факт. А все потому, что вот здесь нужно разбираться. Вот надо открывать вот эту коробочку и заниматься чисткой внутри. Смотреть, что я чувствую, что я думаю, какие вообще вибрационные внутренние моменты у меня происходят. сядьте однажды, не нужны вам никакие психологи, да простите меня. Возьмите себе бумажку и начните писать, что в моей жизни мне нравится, а что мне не нравится. Поговорите с листком бумаги, поговорите с человеком, и запишите этот разговор для себя на диктофон, и послушайте, о чем вы говорите, что у вас болит, что вас беспокоит. И это и будут ваши внутренние программы, которые работают у вас круглосуточно, которые постоянно внутри вас, у кого пропало изображение, все в порядке, которые постоянно внутри вас, вот знаете, вот пульсируют, 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 и соответственно, вы получаете только то, ну, в общем-то, только это и получаете. У вас все время идет вот такая надрывная история. Нужно разбираться. Нужно всегда разбираться с тем, а что происходит на самом деле. Чем я занимаюсь? Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? Или это касается, кстати, очень часто в отношениях. Мы сейчас говорили вот как бы с вами о работе или о бизнесе, а если говорить, например, об отношениях, когда женщина получает деньги через мужчину, она его любит, она его вдохновляет, она его питает, но и мужчина из-за этого много зарабатывает, приносит. Все ей говорят, она содержанка-содержанка, но по факту, если бы не она, то скорее бы всего мужчина бы, ну, нет, у мужчины бы было что-то другое. И это очень круто. Но бывает такое, что рядом с этой женщиной мужчина вдруг начинает затихать, денег становится меньше. И вот тут уже следующий вопрос и момент. Тоже ситуации очень нетипичные. Почему перекрывается финансовая история? Почему деньги были, а теперь их не стало? Возможно, нужна перестройка и какой-то новый опыт, потому что скрестились две другие энергии. Например, мой супруг прекрасно зарабатывал, отлично, шикарно зарабатывал, начал это делать с первой женой, потом чудесно продолжился второй. Со мной выхватило на полгода и просто по нулям. Ну, типа, совсем плохо. От слова совсем плохо. Вот просто вообще. Вы думаете, я не задавалась этим вопросом? Я думаю, я, человек, который любит деньги, человек, который говорит, я буду зарабатывать, зарабатывать, человек, который так рвется, вдруг лишает своего мужика денег. Как это может произойти? Я столько в этом ковырялась, вы себе даже не представляете. Не понимала, что делать. А потом оказалось, когда мы во всем этом более детально разобрались, мы просто поняли, что мы энергетически работаем. Вот с ним одна жена работала энергетически по одному каналу, вторая по другому каналу, а я по третьему, в корне другому. И у меня есть свой собственный потенциал вот этой энергии настолько мощный, что нам нужно было как-то по-другому прикрепиться. Вначале мы пытались, чтобы я прикрепилась, знаете, сама по себе, он сам по себе. Не получалось ни у меня, ни у него по отдельности. Не получалось. У меня шли какие-то крохи, и у него шли какие-то крохи. Потом, когда мы начали соединяться и спорить, и ругаться, у нас тоже ничего не получалось. То же самое, какие-то войны и крохи. И только когда мы приняли, что мы команда, и что энергия денежная заходит через меня, но Сережа, это бэкграунд, который все выстраивает, где я являюсь фейсом, а он является, вот мы это между собой решили. Мы перестали друг на друга наезжать, спорить, кто же все-таки зарабатывает в нашей семье. Нормально ли, что зарабатывает женщина? А зарабатывает ли женщина вообще? А зарабатывает ли мужчина? Что ты делаешь, чтобы зарабатывать? Когда мы вот это внутри все с ним проработали, это дало два результата. Первое, это дало денежный поток. Второе, это дало крутые отношения. Потому что я недавно писала вам пост, и я хочу, чтобы вы услышали, что любые наши так называемые проблемы с деньгами или с личными отношениями, вообще любые, фишка в том, это я уже четко поняла, не чтобы, вот мы всегда мечтаем о чем, вот у меня долг 100 тысяч долларов, я хочу зарабатывать 150 в месяц, ну условно, или я хочу просто 150 заработать, чтобы 100 отдать долг, 50 значит у меня осталось. И мы все время думаем об этой цифре, но и злимся, почему этой цифры нет? Ну почему, ну почему? А фишка в том, где бы вам порисовать тут у моих детей, сижу просто в детской комнате, но вы уже заметили это, сейчас я вам нарисую я, шикарный художник, хотел сказать, что я плохой художник, вспомнил, что нельзя же так говорить, но тут будет свинья, поэтому, простите, будем рисунок со свиньей. Значит, фишка в том, что у нас есть две точки, ну давайте, такие модные, да, точка А и точка Б, и вот кайф наш со свиньей, свинья идет из точки А в точку Б, кайф наш не в том, мы все время думаем о точке Б, и злимся постоянно, что мы не на точке Б, мы все время хотим на точку Б, мне нужны деньги, мне нужна машина, мне нужны отношения, мы все время, и мы, Оля, но я уже об этом думаю, медитирую, говорю целый месяц, я не в точке Б, и мы по этому поводу страдаем, но у вселенной план другой, я уже с ней об этом поговорила, фишка в том, что пока мы идем из точки А в точку Б, вот тут происходит самое интересное, потому что здесь мы получаем те новые навыки, мы развиваем характер, качество, мы меняемся, наша жизнь, это и есть процесс изменения, вы же понимаете, что обидно заработать на машину, дом и все, и умереть, уже все знаем, что голые пришли, голые уйдем, не утащим с собой, но вот этот путь наш внутренний, который формирует в нас совсем другую душу, другую жизнь, другое отношение, я раньше была вообще несносным человеком, я, ну, абсолютно несносным, грубым, вредным, нетерпеливым, но вообще другим человеком, и менялась по жизни неоднократно, и наверняка поменяясь еще, потому что жизнь учит, потому что в момент, пока я это достигаю, я прохожу по каким-то ямкам, по разным местам, и я трансформируюсь и меняюсь, точно так же, как наше тело, да, например, говорят, как вот ты похудела, я говорю, ты роди двоих детей, роды женщину меняют, физиологически в том числе, потому что ты становишься, возраст тебя меняет, ты тут суши становишься, вот я смотрю на девочек в 16 лет, они все равно все кругленькие, мордочки, у нас таких уже не будут, у нас уже вот такое начинается, и так далее, и так далее, так вот, вот этот путь, это в этом и есть фишка, потому что все самые сладкие вещи, которые по жизни затем вам помогают и дают ощущение счастья, это не точка Б, это то, что вы вот тут вот проходите, поэтому, когда вы говорите о том, мне тоже всегда страшно хочется результата, но я понимаю, что, например, ту терпимость, выдержку, которую я развила по жизни, сейчас у себя, я никогда бы не развила, если бы я сразу же все получала, посмотрите на ребенка, которому все сразу даются, мы говорим, мы каприсные, несносные дети, нет, он тоже должен заслужить, он должен пройти, он должен, представляете, если бы мы детей могли рожать, не 9 месяцев вынашивать их, а на каждый день, вы представляете, что бы вообще творилось, сколько бы было вообще испорченных, искалеченных жизней, если бы мы могли ими, простите, плеваться, такие, знаете, как яйцо, пошла, вот ребенок, думаешь, там, блин, этот вредный, нахрен, иди отсюда, завтра новое снесу, ну, все же это понимают, материнство, когда девочка беременеет, или мужчина, неожиданно это происходит, ты думаешь, я буду делать вообще с этим ребенком, вообще ненавижу детей, я их не люблю, но 9 месяцев даны для того, чтобы ты прожил, прошел, чтобы ты прочувствовал, и у папы, и у мамы появляются материнский, отцовский инстинкт в этот момент, все происходит вот таким образом, помните об этом, и вы должны понимать, что история про деньги, это не история про то, что ты лох, а я классная, про то, что он смог заработать, а ты козлина такая, не смог заработать, нет, это история про изменения, про тот путь, который я выбрала, для того, чтобы раскачать себя внутренне, и быть готовы это принять, или нет, но я же вторая штука прикольная, она очень крутая, я ее тоже, вот я, наверное, все-таки вселенная меня благословила, на разные приколы, и я по полной это отживаю, все штучки, это крутая вещь, когда ты много очень заработал, а потом у тебя забрали, приход, у тебя все осталось физически, а приход забирают, ты не можешь понять, ты вроде был раскачан, ты эти суммы денег принимал, ты легко с ними жил, а потом раз, они к тебе перестают приходить, это тоже история о том, что из точки B есть точка C и точка D, и путь этот продолжается все время, и что в какой-то момент ты смог это сделать, а сейчас ты что-то делаешь не так, твои энергетические каналы закрываются, ты стал себя жалеть, ты стал на низких волнах находиться, ты стал много обсуждать, ты стал завистлив, ты пошел не на тот путь, ты стал делать то, чего ты не должен был делать, твой путь, он другой, вот чувствовать, я сегодня записала видео, оно немножечко по-другому, в другом контексте, но называется оно там эффект каната, так вот наш путь, это тоже такой некий канат, который по жизни такой, знаете, извилистый, вот эта веревочка, помните, у все, наверное, у бабушки моточки, пытались там, бабушка коврик связала, потом его обратно развязала, и говорит тебе, собираю моточек, и ты смотришь, и там куча вот этих вот ниток напутанных, ты думаешь, господи, какой моточек, сегодня уже можно пойти бабушке купить, просто новые нитки, а раньше же было так, свитер распустили на коврик, потом коврик на свитер, и ты смотришь на кучу вот этой каши, и тебе нужно потихонечку тянуть, и не дернуть, чтобы не разорвать нитку, потому что бабушка тебя накажет, то же самое и здесь, когда ты запутался, ты должен четко разобраться, вот у меня такое было, когда с доходов там 130 тысяч долларов в месяц, ты такой раз, и начинаешь терять, терять, ты не понимаешь, ты делаешь то же самое, у тебя все то же самое происходит, а деньги не приходят, и ты внутренне начинаешь сдуваться, и ты начинаешь искать ответы на вопросы, и это тебя развивает, и в итоге ты благодаришь эту ситуацию, потому что ты понимаешь, что ты как ресторан, знаете, открывается модный ресторан, кажется, что там он забит людьми, все круто, проходит 10 лет, вот я сейчас просто езжу по трассе, ребенок занимается, и там была трасса самых модных ресторанов, вообще, вот когда я начинала свадьбу, это были просто пиздос, какие крутые рестораны, еду и на всех, аренда закрыта, аренда продажа, аренда, понимаете, и все, а почему, потому что устарели напрочь, потому что в тот момент, когда нужно было что-то реорганизовать, переделать, они не словили это, они запустили свой станок, и он работал, а сейчас он устарел настолько, что нужно все под корень, а под корень сегодня тоже, знаете, завтра бабаханет карантин, ну, множество всяких факторов риска, да, это же инвестиционные, достаточно дорогие проекты, поэтому нужно все время быть на волне, и задавать себе эти вопросы, и быть готовым к изменениям, какие бы деньги вы не зарабатывали, будь это зарплата, будь это приход от любовника, мужа, будь это ваш бизнес, вы должны помнить о том, что это энергия, и она двигается, и вы должны двигаться вместе с ней, и фишка именно в нашем пути, что меняясь здесь, вы прокачиваете свою энергию, и из этих каналов, или из других способны ее получать, потому что, когда вы не двигаетесь, инерция какое-то время еще идет, а потом она заканчивается, и для вас это как авария, вы в шоке, как такое может быть, вот так, обратите внимание в своем городе, на бизнесы, обратите внимание на людей, на женщин, которые были там хорошо замужем, а стали нехорошо не замужем, и без денег остались, потому что нужно быть в движухе, нужно быть в развитии, вы живой организм, то, что у вас есть тело у всех, я надеюсь, вы за ним следите, это классно, но есть энергия, мы все находимся в квантовом мире, это энергия, все взаимодействует, все движется, все атомы, частички, все в движухе, мы связаны с этим, конечно, можно сказать, Оля, это все бред, еще полный бред, я пошел смотреть телевизор, это тоже выбор, моя задача, разговаривать с теми, кого это колупает, с теми, кто понимает, что что-то не то, потому что сегодня, когда мир очень сильно стал меняться, стали меняться вибрационные все истории Земли, если вы чувствуете что-то, что что-то происходит, то вы не зря чувствуете, и люди, которые не развиваются сегодня, будет еще миллиард вирусов, от которых люди будут погибать, войны, это тоже чистка, вся вот эта история, вселенная чистится, ребята, вы должны это понимать, и если вы не развиваетесь, если вы не находитесь в этом движении внутреннем, если вы себя не прокачиваете, жизнь очень скучненькая, будет в вашем случае, задавайте себе иногда просто элементарные вопросы, что такое жизнь, ну, вот интересно, и для чего вот нас вообще выпустили всех, надо обязательно, наверное, родиться, выучиться в школе, хорошо, устроиться на завод, или в какую-то компанию, проработать там всю жизнь, и умереть, для этого вот это все придумано мировоззание, ну, задавайте элементарные вопросы, и это будет вас двигать, вы будете видеть, я по факту не могу вам рассказывать, как устроено все мировоззание, потому что, я думаю, никто этого не знает на самом деле, но мной это очень сильно движет в контексте того, что я хочу сделать свою жизнь, я вот отношусь к жизни, если так, знаете, как будто бы я приехала на курорт, я приехала на какой-то классный курорт, и я думаю, ну, что же я буду в четырех стенах сидеть, и я, что называется, на свою попу нахожу приключения, потому что я хочу прочувствовать этот момент, я хочу знать, что да, мы сами придумываем себе какие-то дела, мы сами ставим себе задачу, деньги, это просто фишки в игре, мы можем жить с вами без них, можно очень просто купить одну майку, и ходить в ней несколько лет, спокойно, вы же понимаете это, что вот эти вот все вещи, я каждый раз, когда иногда смотрю, говорю, господи, ну кому напридумывали, все эти модели телефона, модели телевизора, модели шматья, кому оно надо, это элементы игры, общей, движушной, поэтому наша задача себя раскачивать изнутри, поверьте мне, если вы просто начнете задаваться этими вопросами, если вы просто начнете задавать себе вопрос, а чего я хочу, если вы просто начнете ставить себе какие-то первоочередные цели, ради прикола, а смогу или не смогу, а что я могу сделать, чтобы это смочь, вы начнете двигаться в другом направлении, вы вылезете из песочницы, в которой все время проблемы, вы вылезете из песочницы, в которой все решено, все уже решено за нас, да, вот как я смотрю, ну простите, людей, которые, я пережила сама несколько этих майданов, людей, которые выходят за какую-то идею, там людей этих раскачивают, накачивают, а потом идея поменялась, удачные манипуляторы, ребята сидят, запускают все в сети, гробят людей, играют, они играют нами, вами, играют, вы поиграйте в свою игру, создайте свою игру, мы все равно всегда будем героями чужой, как только мы принимаем условия их игры, по сути, какая разница, кто там тот президент, кто там еще что-то, у вас есть жизнь ваша, сыграйте в нее, она может быть любой, вы можете в любой момент переехать в любую страну, вы можете научиться говорить на любую страну, в любом языке, делать все, что вы хотите, все в наших руках, мы просто, когда сидим в этой коробочке и слушаем, нам кажется, что нет, я ничего не могу, максимум, что я могу, это в этой квартире сидеть и ждать, пока умрут мои родители и бабушка, чтобы потом тут прожить всю жизнь, но это просто масштаб нашего мышления, почему важно читать, почему важно общаться с другими людьми, просто понимать другие реальности, другие возможности, когда ты начинаешь на это смотреть сильно шире, мир сильно меняется, почему очень важно, какие-то звуки странные, почему очень важно стараться что-то новое делать в жизни, то, чего ты не делал, почему это важно делать, потому что это тоже меняет твое какое-то мировосприятие, везде, вот знаете, я с детьми, я очень ждала рождения и взросления своих детей, потому что я с ними начала новые миры изучать, мир бальных танцев, мир танцев, мир гимнастики, множество всего, потом они полезли, там какой-то мир, каких-то скалолазов и так далее, везде есть какие-то свои правила, везде есть какие-то свои движухи, это тебя развивает, ты смотришь, думаешь, это прикольно, попробую-ка я это, а можно оказывается так, добавляйте в свою жизнь, добавляйте, вот вы увидите, что с деньгами это связано напрямую, чем больше у вас будет энергии, чем больше у вас будет свободы, сил, тем больше ваш мозг заработает, ключевое, что вы должны помнить, что реальность мы создаем отсюда, и все, что мы, опять-таки, я буду это говорить много раз, все, что мы сюда положим, то мы в итоге и получим, да, это не происходит, знаете, сразу, типа, о, зарядили, пум, пульнули, нет, мы всю жизнь проецировали и проектировали вот этим своим штукой один фильм какой-то, да, он у нас там татуировкой уже вытатурирован, нам сейчас его нужно заменить, но, я вас умоляю, неужели у вас есть какие-то более важные дела, самый прикол в том, что мы, проектор работает наш постоянно, то есть пофиг, вы поставите сюда новый фильм или не поставите, не имеет значения, работает постоянно, и если вы сюда не вкладываете то, что вы хотите, то в результате вы варитесь в том, что получается, вас просто в открытый космос выбросило, и вы такой, знаете, к одному мусорному баку, ко второму, тут у вас прозрение, тут вам повезло, вы попали на какой-то классный столик, а тут у вас опять мусорный бачок, и так мы и живем, если нет силы и энергии, где их брать? Я, знаете, знаю ответы почти на все вопросы, кроме этих, для меня вы инопланетянин, я не понимаю этого, я думаю, что тут вариант обычный, для таких людей вам стоит подождать какое-нибудь раковое заболевание, или что-нибудь еще, обычно у вселенной есть вот такие билеты, для людей, у которых нету энергии, для людей, которые не в состоянии себя раскрыть, им посылается что-то такое, вы либо сразу умрете, очень быстро, либо вы включитесь, и начнете сражаться за жизнь, для меня это самые дикие вещи, которые могут говорить люди, простите, они вообще не налазят на голову, если у меня нету мотивации, если у меня, я не буду задавать вам вопрос, если у вас мужчина, если у вас дети, почему вы так ненавидите себя, ну, сходите к психологу по этому поводу, для меня это непонятная история, абсолютно, вот честно, я, те, кто в рерайтере есть, все знают, что я грубо и жестко отвечаю в этом плане, то есть, если вы настолько уже внизу, ну, подождите тогда следующей жизни, ну, я не знаю, я не знаю, как вам и что об этом сказать, я не понимаю, как можно не любить эту жизнь, я не понимаю, как можно чего-то не хотеть, в мире, в котором так всего много, как можно не хотеть влюбиться в какого-то парня, блин, я не знаю, протрахаться с ним всю ночь, уехать на Кубу и танцевать с неграми, и как можно не захотеть купить какую-то себе прикольную тачку, или хотя бы мотоцикл, как можно не захотеть сделать какое-то путешествие по какому-нибудь океану, и попробовать там поплавать с акулой, или случайно не утонуть, как можно не захотеть родить ребенка, или воспитать олимпийского чемпиона, да до хера всего можно захотеть, до хренища, и если вы ничего не хотите, я не знаю, ну, я же, вот знаете, я не из истории людей, которые, типа, занимаются благотворительностью и милостыней, нет, я из истории тех людей, которые будят тех, кому нужно проснуться, я будильник, вот моя опция в жизни, будильник, но если вам нахрен не нужно просыпаться, зачем вам просыпаться, если вы ни хера не хотите, так не просыпайтесь, не просыпайтесь, что я вам могу сказать, ребят, это же вот абсолютная история, я искренне восхищаюсь людьми, которые там могут кому-то оказывать сильно помощь в этом плане, но я нет, я считаю, что паразиты должны уходить, ну, оставьте, оставьте мир этот кому-то, так, спасибо большое, спасибо большое, соответственно, и так, на этой позитивной ноте, и волне, потому что смотрю, уже время подгребает, скоро меня будут еще выключать, если у вас есть пару вопросов каких-то по теме, вы можете их задать, я отвечу, я в свою очередь напоминаю о том, что у нас 1 сентября стартует первый осенний поток рерайтера жизни, и это как раз история про то, о чем я говорю, это история про то, чтобы понять, чего ты хочешь, это история про то, чтобы разобраться более детально, как вообще устроены вот эти все наши проекторы, что в них закладывать, что делать с теми какашками, которые там лежат, что делать с непроходимостью всех этих каналов, но если вы ничего не хотите, у вас нету силы и энергии, то вы мне нахрен не нужны, вот честно вам скажу, если вы много хотите, но не знаете, что за всем этим делать, и не понимаете, как вот это вот всех людей, которые вокруг вас орут, что вы ничего не можете и не умеете, что ничего в жизни не бывает хорошего, что жизнь это боль и сражение, вот с этим я вам точно смогу помочь, и 1 сентября у нас стартует новый поток, я вас туда, конечно же, приглашаю, вся информация, если что, у меня есть ссылочки профилей в инстаграм, вы можете зайти, те, кто не находит, могут заходить в директ, и так, вопросы, от вас энергия позитива, пассия большое, силы и энергии может не быть от того, что жизнь ваша не нравится, так, много чего хочу, но ненавижу свою работу, ношу идеи по смене ее, но пока вот смотрю, только вас жду, когда же выстрелю, вы знаете, это элементарно делается, нужно просто увольняться и просто прыгать, и все, если вы сидите на титанике, который тонет, то что вы там сидите, вы так можете сидеть еще очень много лет, у вас не так много времени, вы поймите это, вы скоро будете старая, некрасивая, никому не нужная, но найдите для себя какие-то оправдания, зачем вы проживаете, вот мне часто говорят, о чем ты жалеешь, ну я так, знаете, красиво говорю, ну что вы, это же мой опыт, мой багаж, как я могу жалеть, это чемоданы, которые я проношу за собой, да нет, жалею, что я прожила с педрилом одним, несколько лет, и жалею, что я позволяла себе быть той Олей, которой я никогда не хотела быть, я жалею об этом, я сегодня знаю, что нельзя ни одного дня своей жизни проживать так, как ты не хочешь, если ты сегодня что-то ненавидишь, ты должен понимать, что лучше прыгнуть, лучше прыгнуть, когда ты прыгаешь, у тебя выделяется адреналин, у тебя выделяются другие гормоны, ты по-другому начинаешь вибрировать, ты понимаешь, что это и есть жизнь, пока ты летишь с этого моста, а когда я готовлюсь, вы можете готовиться очень долго, это жалкое оправдание, как позволить себе больше денег, захотеть, решите, зачем вам нужны деньги, решите, кем вы хотите быть, решите, какую жизнь вы хотите, начните с этого, вам нужно раскачаться внутренне, раскачать себя, я называю это распрыгаться, начать, вот хотеть, когда вы начинаете включать хотелку, в следующий момент вы начинаете себя в этом представлять, потому что мы с вами создаем, наши мысли создают формы в жизни, и это не означает, что вы сразу получите все, но это означает, что ваши возможности очень сильно возрастут, мы начинаем верить, когда что-то срабатывает, и даже элементарный пример, как у нашей девочки был, когда она шла и хотела угостить подругу кофе, она живет за границей, и перед ней лежало 5 евро, вот понимаете, даже вот такие элементарнейшие примеры срабатывают, я получила свой Lexus тогда, когда находилась в кредите 15 тысяч долларов со стоимостью своего первого автомобиля, который я взяла, вообще не понимаю, как я буду выплачивать, где мне отказали все банки, вообще все, что только могло, я понятия не имела, что через полгода я познакомлюсь с мужчиной, который подарит мне машину, понятия не имела, потому что до этого я знакомилась с мужчиной, и никто мне даже такси не оплачивал, ну, грубо говоря, понимаете, поэтому вопрос в том, что я психанула и подумала, да насрать, я хочу машину, сейчас я могу себе позволить вот такую кредитную машину, ну, и то не до конца, сначала ввяжемся, потом разберемся, вы должны совершать действия, вы должны энергетически двигаться. Так, иду с вами 1 сентября, здорово, когда вы еще будете в прямом эфире, не знаю, следите, много чего хочу, вижу свое будущее, но много лет не получается прийти к этому, значит, вы что-то не то делаете. Знаете, это как вот у меня есть подруга, которая занимается питанием, диетами, и она говорит, вот девочка мне рассказывает, я не могу похудеть, я не могу похудеть, сама целыми днями, значит, там в перерывах ест там латтос, утрана ест гранулы, короче, она за день съедает где-то 5000 калорий, но девочка понятия не имеет, что такое калории. Она считает, что она ест немного, и что это полезная пища. То есть, понимаете, вот мы очень часто, нам кажется, что мы достаточно умны, это наша беда, нам кажется, что я все знаю, все, ни хера ты не знаешь, если у тебя ничего не меняется. Вы должны понимать, что вы знаете о еде тогда, когда вы можете управлять своим весом, или там теми вопросами, которые вам нужны. То же самое и в жизни, если вам кажется, вам просто кажется, вам просто кажется, потому что если бы вы делали, вы бы видели результаты, невозможно не увидеть результаты, когда ты делаешь, не очень быстро, быстро, по-разному у всех. Я, к сожалению, не могу каждого жестко отследить. Почему, например, круто в рерайтере находиться в обстановке? Потому что, например, человек свою ситуацию рассказал, ну, применил, скажем так, ту информацию, которую я дала по отношению к своей ситуации так. Но есть еще 200 человек, которые рассказывают свой опыт, и вдруг человек видит со стороны на чьем-то другом опыте свою ошибку. То есть вот это круто, когда мы, вот знаете, это вот как и танцоры, почему есть эти сборы? Потому что ты варишься в своей кашке, и тебе кажется, я хорошо танцую, но потом ты выходишь на парке, ты видишь, блин, а этот танцует круче, а у этого какая мимика, а этот какой костюм купил. Мы все время вот эта соревновательная среда сравнительная, даже не соревновательная, сравнительная, она двигает. Нам нужны эти сравнения. Поэтому если вы там сами себе сидите, меняетесь и думаете, что-то не то, вы что-то явно не то делаете. Приходите и посмотрите. Так, уходить из жизни не вариант, это не выход, по-моему, прекрасный выход. Вы давно преподаете рерайтер? Хороший вопрос. В марте у меня был первый поток или в апреле, не помню точно. Ну, где-то так. Были ли изменения в марафоне с самого первого? Марафон все время дополняется. Все время дополняется, скажем так. У нас много всего и добавлено, и переписаны все занятия, если вы об этом. Очень много бонусных занятий, которые добавляются с каждым абсолютно потоком. Я добавляю минимум 3-4 видео. Очень много усовершенствования, медитации и так далее, и так далее. Добавляется постоянно. Для меня это абсолютно живой продукт, который я регулярно переделываю. Я думаю, пройдет еще пару месяцев, я его полностью перезапишу. Но я все время его дорабатываю. Он живой на 100%. И все новое, то, что появляется, я даю девочкам, я даю в клуб. Сегодня у нас стартовал уже биг-клуб. У нас первый наш самый поток закончил 4-месячный клуб. У них получилось не 3 месяца, а 4. То есть они прошли марафон, потом они прошли 4 месяца. И сегодня они слились уже в большой клуб, где они будут находиться уже столько времени, сколько захотят. Все время работаем. У нас добавляются и кинозалы, и плейлисты, и медитации. Много всего. Вот в четверг я буду записывать новую медитацию здоровья. Классную нашла. В общем, много. Мы все время работаем над этим. Так, как знать, что ментально я могу вместить то, что хочу? Прокачивать себя постоянно? Как знать, а вы поймете это. Как только вы начнете получать все, что вы захотите, значит, вы уже готовы к этому. Так, я их совершаю, из долгов никак не выберусь. Ну вот вы написали, из долгов никак не выберусь. Это ваше убеждение уже, которое здесь написано. Оно у вас циркулирует, что я не могу выбраться из долгов. Оно у вас все время работает, поэтому вы из них и не выберетесь, потому что говорите о долгах. Так, большой словниковый запас. Певно, богато читает и книг. Спасибо, я, наверное, просто болтуха, но читаю я, да, действительно много, особенно сейчас, потому что мне очень нравится тема. Так, окей, окей. Еще раз всем большое спасибо за этот чудесный прямой эфир. Я буду стараться делать их максимально часто, настолько, сколько смогу. Вы можете писать вопросы, которые вам интересны, будем их подбирать, добавлять. Повторяю, что я вас приглашаю всех в сентябрьский поток. С 27-го числа у нас стартуют пробные, продажи пробной версии, которые вы сможете приобрести и, собственно, попробовать уже на деле, что такое рерайтер жизни. Написать с нами первые две главы своей книги, потому что мы пишем книгу. Побыть в общем чате, получить разные уроки, которые есть, прослушать медитации. В общем, мы даем такую возможность всем людям, которые хотят себя в этом испробовать. Если вы уверены, что вы хотите к нам, сейчас вы можете попасть в марафон со скидкой, потому что у нас все время цена ближе к дате начала, все время повышается. Поэтому, пожалуйста, я буду вас всех рада очень видеть. Это действительно очень сильный и крутой марафон. Я бы даже сказала, что это не марафон, это ваш новый образ жизни, потому что после месяца марафона у нас начинается клуб, который, по сути, первый идет у нас три месяца, а дальше мы можем находиться там на постоянке. Продукт, который постоянно живет, это не история о том, что я что-то записала, отдала и живите своей жизнью. Нет, лично всегда отвечаю, каждый день в чатах, консультирую, помогаю, добавляю, дополняю. Мне очень повезло, потому что я нашла то, чем я занимаюсь с большим удовольствием. И я надеюсь, что меня хватит надолго. И так будет. Все, друзья мои, улыбаюсь, люблю вас, обнимаю вас. У нас осталось ровно минута 49, это был замечательный эфир. Все, до встречи на Рерайтере.